Новый свет на старых опорах. В нашу редакцию обратились жители первого порта Артурского переулка. Два года назад на их улице меняли световые опоры. Правда, почему-то не все. Кое-где все еще стоят старые деревянные столбы. Люди боятся, что при сильном ветре они могут не выдержать и просто рухнут. В ситуации разбиралась Екатерина Новгородцева. Менять световые опоры на порт Артурской улице и прилегающих переулках начали весной 2018 года. Но местные жители до сих пор не понимают, по какой схеме. Где-то новые бетонные столбы, где-то все осталось по-прежнему. Рядом находится школа и мимо деревянных гигантов каждый день ходят дети. Пожалуйста, обратите на нас внимание. Мы такие же люди, мы работаем, приносим пользу стране. Так жить в такой ситуации просто невозможно. У меня внучка идет в школу, и я боюсь, что при порыве ветра, не дай бог, что-то может случиться. Неужели надо ждать обязательно, чтобы что-то случилось? Пора уже заменить эти опоры. Они вон даже вдалеке все видно. Они наклиненно стоят. И стоят уже полвека с начала застройки переулков. Жители частного сектора обращались в разные инстанции. Одно из ответных писем сильно удивило. В нем написано, что все столбы установлены. Мы написали запрос через депутата Аникина в РЭС. И вот получили ответ. В ромках выполнения плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016-2020 год. И сообщают то, что везде заменены световые опоры. Первый переулок Порт-Актурский с 1 по 80 дом и так далее. Этот ответ от Горсвета получили жители еще два года назад. А в прошлом году пришло письмо уже из РЭС, где сказано. Замена световых опор на улице 1-й Порт-Актурский переулок с 1 по 38 дом будет включена в инвестиционную программу 2021 года. Чтобы понять, почему данные в письмах разные, наша редакция направила официальный запрос в РЭС. На что получила однозначный ответ. Обслуживание и замену световых опор акционерное общество региональные электрические сети не производит. Выходит, что старые столбы никому не принадлежат. Возникает вопрос, кто же все-таки должен их менять и когда жители смогут гулять по своей улице без опаски. Екатерина Новгородцева, Александр Егоров, Новости ОТС.